Уже четвертый год в Омском регионе возводятся спортивные объекты по программе «Газпром детям». 2017-й не стало исключением. В течение лета было запущено пять новых спортивных площадок. А 2 октября представили первый в этом году мини-стадион в селе Большегривское Нововаршавского района. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Алексей Фадин. Который отметил важность строительства подобного рода сооружений в сельской местности. Учитывая высокие спортивные достижения команды Нововаршавского муниципального района в наших областных праздниках, для нас это действительно местные олимпиады, областные олимпиады, королево-спорник, праздник севера, достаточно высокий. И для того, чтобы сельское поселение Большегривское могли достойно выставлять конкуренцию, давать конкуренцию району другим сельским поселениям, мы и обозначили это место именно здесь. Мини-стадион включает в себя освещенную площадку для мини-футбола, легкоатлетическую беговую дорожку, а также площадки для баскетбола, волейбола и гимнастический комплекс. Вот этот сегодня объект, он позволяет нам территориально объединять все поселения. Ну и второе, конечно, традиции очень серьезные здесь, Большегривки спортивные. Сегодня и в рамках открытия были озвучены достижения спортсменов именно Большегривцев, которые на высших уровнях выступают. Поэтому мы очень рады тому обстоятельству, что данное решение и проект реализован здесь. А в целом, конечно, сегодня те, наверное, вопросы, связанные с готовностью к труду и обороне, безусловно, качественная подготовка сегодня спортсменов, да и вообще развитие массового, привлечение массового занятия физическим, культурным и спортом, благодаря этому объекту, конечно, расширяет границы наших возможностей. В этот же день стадион принял первых посетителей. Товарищеский матч по мини-футболу. Сборная команда девчонок сумела обойти парней и получить первый кубок, разыгранный на новой площадке. Конечно же, данный стадион уже настраивает и меня, как тренера, и дети уже настроены, уже горят желанием кого-то пригласить сюда. К нам на соревнования уже есть районы, которые просятся к нам, говорят, давайте проводите какой-нибудь турнир, мы приедем, приедем, приедем. Ну и, конечно же, уже уверенность на 100%, ну не 100%, а процентов 95%, что дети очень хорошо выступят на всероссийских соревнованиях мини-футбол-школах. Напомним, что всего в этом году будет открыто три мини-стадиона. Еще два объекта появятся в Тарском лагере «Лесная поляна» и в городском парке «Зеленый остров». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!